Музыка Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые гости нашей конференции. Ну, поскольку в названии конференции вынесено слово «школа», то логично было бы дать хотя бы краткий очерк тех проблем, которыми занимаются исследователи, объединенные в рамках этой школы, казанские психологи. Конечно, за 40 минут нельзя слишком глубоко представить школу, но основные моменты я постараюсь рассказать и показать, почему мы этим занимаемся. Итак, Казанская школа психологии состояния от Бехтерева до наших дней. По традиции мы начинаем рассказ о нашей школе с выдающегося ученого Владимира Михайловича Бехтерева. Во всех учебниках психологии написано, что в 85-м году, в конце 19-го века, именно Владимир Михайлович открыл первую в России психофизиологическую лабораторию. Конечно, мало осталось сведений о научном коллективе этой лаборатории, но кое-что удается собрать из архивов наших библиотек. Известно, что основные сотрудники лаборатории были, конечно, медиками, поскольку сам Владимир Михайлович был медик, и в основном это были представители физиологии, нейроанатомии, психиатры. Ну и, конечно, в лаборатории Бехтерева было очень много студентов. Почему называют ее первой психологической лабораторией? Конечно, в основном исследования проводились в рамках неврологии, невропатологии. Ведь основные открытия Бехтерева как раз связаны с этими областями науки. Но часть исследований были посвящены чисто психологии. Поэтому и говорят, что это как раз первая психологическая лаборатория в России, в императорской России. Вот здесь фамилии студентов, которые проводили первые экспериментальные исследования, их было не очень много. Естественно, основное обобщение полученных результатов принадлежит Перу Бехтерева. И работы казанского этапа, научной деятельности Бехтерева, они где-то на 90% покрывают работу его сотрудников. Мы здесь видим, что первые исследования психологические в Казани были связаны с психометрикой. И сам Владимир Михайлович очень сильно хвалил своих студентов. Он даже говорил о том, что именно студенты откроют новую область психологии, психометрику, физиологической психологии. И сам активно вовлекался в эту работу. Ну, почему психометрика? Дело в том, что сам Владимир Михайлович был учеником Вунта. И унаследовало от него очень строгие методы исследования. Если посмотреть работы его учеников, они отличаются чрезвычайно методической точностью, очень кропотливым описанием эмпирических исследований. Большое внимание уделялось случаям, которые не вписывались в общую закономерность. То есть это настоящий немецкий метод, где господствует полный порядок. Но мы знаем, что Владимир Михайлович Бехтерев также был представителем школы Шарко французского гипноза. Сам владел гипнозом, поэтому некоторые его студенты-медики проводили состояние людей в гипнотическом трансе. Бехтерев прекрасно владел этим методом, мог погружать гипноз до 50 человек, в основном с алкогольной зависимостью. И на примере этих людей изучать закономерности этих необычных состояний. Поскольку он был учеником Вунта, естественно, большое внимание уделялось изобретению приборов и устройств, с помощью которых можно исследовать те феномены, которые, собственно, в Германии исследовал Грегельм Вунт. Это ощущения. Звуковые, зрительные. Это внимание, память и другие познавательные пенсии. Карьера Бехтерева была стремительной. В 28 лет ему предложили профессуру в Казанском императорском университете. Он сначала отказался, потом его настоятельно рекомендовали не отказываться. И он возглавил кафедру психиатрии в Казанском университете. В Казанский период вышло не очень много знаменитых работ Бехтерева. Основные из них относятся все-таки к психиатрии. Но одна работа, по мнению многих историков, составляет золотой фонд психологии. Ее относят к национальному достоянию. Это Бехтерев, сознание его границы. Это актовая речь, произнесенная на Кремлевской 18. Раньше это была Воскресенская улица. Мы можем побывать в этом зале и почувствовать, в какой атмосфере он произносил эту актовую речь. Его речи пользовались, конечно, не то, что сказать популярностью, а бешеной популярностью. Стекали все профессора, весь институт, университет. Студенты толпились буквально в коридорах. Ну и, как сейчас пишет сам Бехтерев в своей автобиографии, бывало так, что подшумные аплодисменты его буквально выносили на руках и нанесли по коридорам университета. Почему так получалось? Дело в том, что Бехтерев получил, конечно, блестящее образование. Обладал удивительным умом. Его современники говорят о том, что это был очень глубокий ассоциативный ум с широчайшей эрудицией, что и позволенному сделать прорыв во многих областях науки. Теперь хотелось бы сузиться и перейти, собственно, к психологии состояния. Наверное, было бы неверно сказать, что Бехтерев отдельно как-то занимался психологией состояния. Он подчеркивал, конечно, их важную роль в исследованиях психики человека и особенно большое внимание уделял детерминантам этих психических состояний, то есть причин, по которым они возникают, а также тех поведенческих последствий, которые они приводят. Вот в подтверждение этому цитаты из объективной психологии, это уже не Казанский период, а Санкт-Петербургский, да, Санкт-Петербургский период, когда уже Бехтерев покинул стены Казанского университета. Бехтерев изучались пограничные патологические состояния, изучались, как было сказано, гипнотические состояния, также изучались состояния в процессе деятельности, например, страх на экзамене, состояние средоточенности, ну и довольно много аффективных состояний. Сохранились диссертации его учеников, ну, например, диссертация Срезневского, посвященная Испугу, снова нам дает представление о методе работы Бехтеревской школы. Это очень строгая к исследованиям научная школа. Бехтерев предъявлял большие требования к ученикам и к самому себе, само собой. Испуг — это очень кратковременное состояние. Удивительно, как удалось его исследовать. Использовался револьверный выстрел за ширмой, что также было необычно для экспериментальных исследований. Но диссертация была успешно защищена, и Срезневский занял большие посты впоследствии на психологических кафедрах. Бехтерев не использовал термин «состояние» в современном смысле. Он употреблял термины «субъективное состояние», «нервно-психическое состояние сознания» и «болезненное состояние». Это патологическое состояние. Основными методами исследования были самонаблюдение, хотя и Бехтерев всегда выражал неудовольствие по поводу этого метода. Методы экспериментальной психологии, позаимствованные от гунта, и анализ поведенческих проявлений, то есть различного рода поведенческие и рефлексоидные акты, как писал сам Вадим Михайлович Бехтерев. Какие же были достижения применительно к психическим состояниям? Открытия сыпались, как из урога изобилия. В психиатрии были описаны десятки новых синдромов. Здесь указаны только некоторые из них. Это непереносимость чужого взгляда, гипнотическое очарование, одержимость гадами, змеями, боязнь опоздать, подавиться при приеме пищи и так далее. А в психологии, конечно, достижением школы Бехтерева нужно отнести признание к сложной детерминации психических состояний. Бехтерев изучал в основном мозг и был известен ведь в науке как знаток человеческого мозга. Ходил слоган в то время, что мозг знает только Господь Бог и Бехтерев. Его основные работы были посвящены гистологии, физиологии головного мозга. И, конечно, Бехтерев всегда мучился вопросом, каким образом мозговая организация, как говорят сейчас, коррелирует с психическими различными функциями. В частности, этот вопрос затрагивается в его актовой речи сознания и его границы. Надо сказать, что и до сих пор этот вопрос не решен. По-прежнему непонятно, каким образом психические функции соотносятся с физиологическими. Считается, что каждому психическому состоянию так или иначе соответствует какая-то физиологическая структура. Так вот, изучая мозг, он обнаружил, что причины патологических синдромов болезненных могут не иметь никакого отношения к мозгу. То есть мозг может быть здоров, но человек испытывает болезненное состояние. Кроме того, человек может не иметь никаких органических нарушений. То есть целостный организм функционирует нормально, но имеется болезненное состояние. В своих работах он пишет, что причины возникновения состояния могут лежать далеко, за пределами мозга и организма вообще. Например, они могут быть связаны с общественными проблемами, с физическими факторами среды, например, погода или солнечная активность. Также с влиянием других людей, внушения, а также принятые убеждения со стороны других людей. У Бехтерова есть и социологические работы, в которых он затрагивает тему коллективных состояний. Это так называемые массовидные состояния, которые чрезвычайно интересны. У них исследуется такой феномен, как контагиозность, заразительность состояния, передача их на всю массу. Удивительной вещью была приверженность Владимира Михайловича энергетическому принципу, за что его очень много критиковали. Но, как это ни странно, энергетический аспект состояний получил дальнейшее развитие в современной Казанской школе психологии состояния в работах Александра Тимировича Прохорова. В частности, были исследованы так называемые неравновесные психические состояния, где на первый план выходят не информационные, а энергетические характеристики. Ну, а интересы Бехтерова к трансовым, гипнотическим состояниям я уже говорил. Эти состояния очень загадочные, демонстрируют неизведанность психики в полной мере. Таковыми они остаются и сегодня. Ну, например, если почитать Чарльза Тарта, известного исследователя гипноза, он всю жизнь занимался гипнозом, и когда его спрашивают, что такое гипноз, он говорит, я не знаю. То есть, это можно видеть, но объяснить это крайне сложно. надо сказать, что основным результатом Бехтерева было все-таки создание научных школ. Поскольку многие его работы по физиологии устарели, многие данные, как пишут физиологи, не верны, но Бехтерев создал научную школу в Казани, а позднее в Петербурге в рамках этой школы работали такие выдающиеся ученые, как Лазурский, это ученики Бехтерева, Басов, Месищев, Векер, ну и, конечно, Борис Герасимович Ананев. Именно в работах Ананева дальше развивался так называемый комплексный подход к изучению человека, когда привлекались в лаборатории представители разных наук, физиологи, лингвисты, психологи, социологи и так далее. Теперь, наверное, нужно перейти к следующему этапу. Довольно большой разрыв между исследованием Бехтерева и продолжением исследования уже в советское время в рамках лаборатории психологии проблем высшей школы под руководством Нисона Мейеровича Писахова. Вот здесь представлена фотография из психологического, из журнала «Вопрос психологии». Очень мало данных о биографии. Это фронтовик, имеет ордена Отечественной войны за взятие Берлина. Он сосредоточил свое внимание несколько на другом аспекте, не на психических состояниях, а на самоуправлении, в том числе психическими состояниями. Поэтому психическое состояние понималось как характеристика психической деятельности, которая зависит от деятельности системы саморегуляции. Сам Писахов и его коллеги, например, Гузыр Шукатна-Габдреева, доцент нашей кафедры, выделяли несколько уровней психической регуляции. Регуляции на уровне социальных отношений, регуляции на уровне личности, поведения на уровне психических процессов, деятельности на уровне собственно таких психических форм реагирования как переживания, на уровне функциональных систем. и психические состояния всегда были в центре их внимания, поскольку оптимизация состояний позволяет оптимизировать и другие работы других уровней системы психической регуляции. Вот основные работы этой школы за монографию закономерности динамики психических явлений, насколько я видел в каталоге, Писахову Неру Мейеровичу было присвоено звание доктора психологической логики. Эта монография получила высочайшую оценку в свое время в научном сообществе. Итак, в рамках лаборатории прежде всего происходило осмысление человека как субъекта самоуправления. В то время были два крупных ученых Конопкин и Писахов, именно они разрабатывали эту проблему. Были исследованы индивидуальные различия функционирования состояний, были разработаны методики, наиболее известная из них это методика способности к самоуправлению. Также Габдреевой были разработаны методики диагностики тревожности, эмоциональной устойчивости и другие. Были изобретены приборы, например, диагностическая система для измерения психофсиологических реакций организма, которая была удостоена золотой медали даже в ДНХ СССР. Вот современный руководитель, основатель, организатор школы психических стояний Александр Теберинович Прохоров. Он был сотрудником лаборатории Писахова в свое время и с именем Александра Тебериновича связывает современную школу психических состояний, то, чем мы занимаемся сегодня. Александр Теберинович ходит в топ-50 психологов по версии психологической газеты. Это очень почетное признание заслуг. Награжден медалью Выгодского, заслуженный работник высшей школы, республики Татарстан. Конечно, Александр Теберинович является поистине лидером нашей школы, определяющего направление его развития. Ее развитие. Дальше я бы хотел привести фундаментальные работы, которые оказывают влияние на развитие всей школы психических состояний. В них обобщены многие эмпирические исследования, многих исследователей, и они имеют, конечно, большую теоретическую ценность для решения дальнейших проблем психологии состояний. В 1994 году вышла книга «Психические состояния» и их функции. В этой книге были приведены основные системные и категориальные признаки психических состояний, а также то классическое определение, которое можно встретить сегодня во множестве учебников по психологии. Вот эта книга, она представляет собой издание диссертации докторской Александра Тебриныча. Здесь написаны собственно те категориальные признаки, которые отличают психическое состояние от психических процессов и психических свойств личности. Во-первых, оно представляется по последующим звенам между процессами и свойствами. Во-вторых, оно ситуативно имеет временные границы. Это единство переживания и поведения. Подчеркивается ситуативность психических состояний, а также то, что оно характеризует психическую деятельность в целом, протекание психических процессов в течение какого-то конкретного промежутка времени. В настоящее время проводимые исследования опираются на эту теоретическую концепцию и проходят в трех направлениях. В рамках первого направления психические состояния исследуются как психические явления. Это основная тенденция не только в Казани, но и в России в целом. Исследуется структура, состав, функции, динамика и другие системные характеристики различных состояний, даже различных классов состояний. Второе крупное направление занимается изучением отношений между психическим состоянием и психическими состояниями и сознанием. Здесь изучаются такие составляющие, как образы психические состояния, ментальные репрезентации, семантические пространства, смысловые структуры переживания, рефлексии и так далее. Ну и последнее направление, имеющее большое практическое значение, это исследование саморегуляции психических состояний. Вот первое исследование в рамках первого направления, здесь оно представлено схематически, психическое состояние исследуется как функциональная структура. Понятие функциональной структуры очень распространенная психология, в этом понятии интегрируются все необходимые психические явления, которые позволяют описать его функционирование в той или среде. Здесь можно сразу видеть, насколько сложны психические состояния. В зависимости от временных характеристик, а это одни из основных характеристик, психологическая структура личности бывает разная. Мы видим, что на фоне кратковременных состояния могут развиваться более длительные, совпадающие с какими-то отрезками деятельности, и они еще могут протекать на фоне еще более длительных состояний, связанных с жизнедеятельностью человека в целом. Ясно, что все эти уровни взаимодействуют и дают нам ту неповторимость психических состояний, о которых говорил еще Владимир Михайлович Бехтерев. Конечно, на каждом из уровней психические стояния выполняют разные функции, специфические функции, уровень их обобщения разный. если на уровне оперативных состояний формируется структура личности, необходимая для адекватного реагирования на ситуацию, то на более высоких уровнях, текущих состояний, конечно, они включаются в формирование свойств личности, поскольку занимая промежуточное положение между процессами и свойствами, они, безусловно, играют здесь важную роль. об этом писал не только Александр Теперинович, но и Николай Дмитриевич Левитов в свое время. Именно в этом заключается развивающая функция психических состояний. Ну и, конечно, на уровне жизнедеятельности человека, его бытия, психические состояния выполняют ведущую главную функцию адаптации, да, адаптации к различным ситуациям жизнедеятельности. Были выделены и описаны базовые функции психических состояний. Вначале в качестве базовой представлялась регулирующая функция состояний, однако потом все-таки после интерпретации различных исследований в центр была помечена интегрирующая функция состояний. Благодаря этой функции обеспечивается целостность состояния в норме и реализация различных его функций регуляторной развития отражения и, конечно, энергетической. Вот здесь представлено в более доступном виде, понятном, как работает функциональная структура. Отдельное состояние объединяется в группы, эти группы объединяются в функциональное целое, тем самым формируя целостную функциональную структуру. когда говорят о том, что многие студенты, что учебная деятельность однотипна, что состояние повторяется изо дня в день одни и те же, с чем это связано? Это связано со сходством ситуации учебной деятельности, соответственно, состояние повторяется одни и те же и возникает учение монотонности учебного процесса. Здесь мы видим проявление вот этого механизма интеграции различных состояний в комплексы и функциональной целой. Здесь раскрываются основные функции психических состояний. Как я говорил, основная это интеграция. Именно эта функция обеспечивает целостность состояния и выражения его функций. Вот работа Прохорова Александра Тебриновича, которой можно сказать ощущается преемственность идей Владимира Михайловича Бегтелева. Владимира Михайловича критиковали за его энергетизм, за то, что он уделял большое внимание понятию энергии в своих работах, и которые переходят в нервную энергию, а потом в активность познавательных процессов. Однако достижение естественных наук, таких как синергетика, теория катастроф, говорит нам о том, что это вовсе не недостаток, а наоборот одна из точек роста в изучении состояний. на основании континумов активации, которые разрабатывали психологи в 60-е, 70-е годы, были выделены группы нервновесных состояний. Эти состояния отличаются неустойчивостью и крайней высокой степени вариативностью. однако при определенных условиях они могут переходить в устойчивое состояние, выполняя важнейшую функцию. Функцию формирования новообразований в структуре личности. Вот здесь представлены уровни психической активности от низких до высоких и указаны конкретные психические состояния, входящие в каждую группу. можно видеть, что состояние повышенной психической активности бывает как положительное, так и отрицательное. И те, и другие важны с точки зрения развития личности, получения новых знаний, новых смыслов и в конечном итоге в развитии каких-то личностных качеств. Продолжая традиции Владимира Михайловича Бехтерева, в школе психических состояний также уделяется внимание изучению необычных состояний, так называемых измененных состояний сознания. Вот здесь представлена работа по повседневному трансу, выполненная учениками Александра Тимриныча. Здесь выявляется фенология, структура функции трансового состояния в обыденной жизнедеятельности. За эту работу Александр Тимриныч был достоин золотой психеи, то есть профессиональному сообществу вызвал определенный интерес. Транс удивительным образом предстал как когнитивное состояние, ядром которого являются когнитивные процессы. Однако деятельность этих когнитивных процессов несколько необычна. Во-первых, в трансовых состояниях повышается доступность субъективного опыта, человек чувствует новизну в восприятии той же самой реальности, у него возникают мысли философского характера, также он характеризуется высокой степенью погруженности в свои внутренние переживания. В то же время этот когнитивный блок очень сильно связан с соматическим блоком, который дает нервно-мышечную релаксацию, состояние расслабления. Тем самым, вроде бы, транс предстает пассивным состоянием, однако функции этого состояния крайне важны. Об этом говорят все психотерапевты. при переживании подобного рода состояния человеку становятся доступны те смыслы и значения событий его жизни, которые скрыты часто за вуалью обычных психических состояний в повседневной деятельности. Важное значение имеет работа семантических пространствах психических состояний. Благодаря ей мы понимаем, каким образом состояние репрезентируется в сознании человека. Дело в том, что каждое состояние имеет свои значения. Эти значения можно выявить, определить их ядро и периферию. Благодаря пересечению в периферийных зонах семантических пространств состояния могут непрерывно перетекать друг в друга. Ну, например, если говорить о, допустим, спокойной уверенности и, например, уверенности смешанной с сомнением, то два этих, по сути, разных состояния имеют пересечение в оперантов уверенности. Поэтому они могут ассоциативным образом перетекать друг в друга. Так же, как тихая радость, светлая печаль. то есть радостная печаль. Имея семантических пространств общие операнды, они, естественно, имеют тенденцию взаимодействовать. Согласно исследованиям Московской школы Петренко, в основе этих семантических пространств лежат некоторые категориальные структуры сознания. в этой книге они также представлены. Эти категориальные структуры, конечно, не осознаются, однако они проявляются как раз в репродукции психических состояний тех или иных характеристик. Выделены универсальные категории это активность, сила, отношения и оценка. Образ психического состояния еще одно крупное исследование большой группы ученых, исследователей. Он посвящен изучению характеристик представлений о психических состояниях. образ психического состояния является основной составляющей функциональной структуры саморегуляции состояний, поскольку соотношение целевого и текущего актуальных состояний является тем механизмом, благодаря которым корректируется регуляторный процесс. Вот модель, которая представлена в этих исследованиях, она показывает, как они возникают, какие составляющие входят в эти механизмы актуализации образа состояния. Видно, что это структура субъективного опыта, рефлексии, память, представление, ощущение и так далее. Обобщением и дальнейшим продолжением исследования образа является исследование ментальных репрезентаций психических состояний. Ментальная репрезентация имеет более сложное строение, чем образ, в них ходят и ассоциативные, и понятийные, и оценочные характеристики. В силу этого активизация такого рода структур, конечно, оказывает существенное влияние на саморегуляцию психических состояний. Вот еще одна работа, относящаяся к этому направлению исследования соотношения сознания и состояний. Это работа по рефлексивной регуляции психических состояний, выполненная совместно с доцентом Черновым Альбертом Валентиновичем, нашим председателем конференции. В этой работе показано, что рефлексия играет крайне важную роль в осознании, понимании оследовательной и доступности этих состояний для процесса саморегуляции. Было показано, что высокий уровень развития когнитивной рефлексии, ауторефлексии позволяет человека более эффективно управлять негативными психическими состояниями в ходе учебной деятельности, профессиональной деятельности и так далее. Поэтому развитие рефлексивных способностей и входит в круг так называемых универсальных компетенций, которыми должны овладеть студенты в процессе обучения в УЗе. Здесь об этом тоже говорится. Ну и последнее направление, которое имеет выход на практику. Казанская школа психологии состояния всегда имела тенденцию тяготеть к реализации теоретических исследований в практическом плане. Это было у Бехтерева, особенно у Нисома Мейровича Писахова, но и, конечно, в рамках нашей школы мы тоже разрабатываем технологии саморегуляции. Вот в этой книге саморегуляции психических состояний показана модель, каким образом это происходит. Здесь можно видеть, что эта модель это все продолжение той концепции теоретических функциональных структур состояний, о которых я говорил в самом начале. То есть эти все концепции взаимо увязаны и разрабатываются в одном и том же русле в рамках системно-функционального подхода к психике человека. Как видите, в основе этой модели лежит регуляция отдельного состояния. Они происходят благодаря регуляторным действиям в определенной социальной среде, реализуются на основе рефлексии, сопоставления образа желаемого и актуального состояния, ну и на основе универсальной обратной связи, которая свойственна всем управляемым системам, происходит коррекция состояния и переход в другое. Исследования показали, что переход из состояния в состояние случается не одномоментно. Всегда есть цепь переходных состояний. Допустим, из психического состояния 1 трудно сразу достичь психического состояния 4. Проходит некоторый континуум состояний, который в конце концов приводит к желаемому психическому состоянию. Показаны личностные детерминанты этого процесса регуляции, мотивация, смысл, личностные свойства и так далее. Обо всем этом можно подробно почитать в этой книге «Саморегуляция психических состояний». Еще одна работа из этого цикла посвящена смысловому опосредованию регуляции состояния. Сначала системообразующим фактором психических состояний в нашей школе рассматривался личностный смысл, то есть индивидуализированные отражения реальности, выражающиеся в каких-то субъективных значениях. Однако потом было исследование расширено и показано, что собственно говоря оно посредуется гораздо шире. Сюда входят и значения, мотивы, и смысловые установки, и конструкты, и ценности, и так далее. Таким образом, смысловая структура сознания является промежуточным звеном, которое опосредует влияние ситуации на характеристики психического состояния его регуляции. Ну и последние исследования, это самые свежие, они посвящены изучению ментальной регуляции психических состояния. Был разработан метод, он был поддержан грантом, то есть это были реально реализуемые цели исследования. здесь уже фактически обобщены все достижения, которые были до этого. Как вы можете видеть, уже вместо образа возникает ментальная репрезентация, субъективный опыт, это очень широкое понятие, включает очень много составляющих сознания, однако та модель функциональной структуры, она осталась, просто обогатилась новым содержанием. Вклад каждой подструктуры естественно специфический, взаимосвязь этих подструктур также имеет свою специфику, и в зависимости от их включенности в регуляторный процесс мы будем иметь те или иные результативные психические состояния. Таким образом, если раньше мы рассматривали личностный смысл и ситуацию в качестве главных системообразующих факторов психических состояния, то сейчас на это место встала в целом ментальная регуляция психических состояний. Именно в пространстве ментального опыта и происходят те процессы, на основе которых достигается цель. Основная цель это изменение своего собственного психического состояния. Казанская школа работает активно, активно публикуется, защищены десятки кандидатских диссертаций, две докторские, издан комплект учебный, включающий учебный, практикум, хрестоматию по состояниям, который также получил высокую оценку в научном сообществе. Каждые пять лет мы проводим большую конференцию по психическим состояниям, всероссийскую, ну, были и международные, конечно. В 2018 прошла третья юбилейная для нас, ну, вот, в ноябре будет четвертая конференция по психическим состояниям. Также открыта магистратура по психологии состояния, курирована Альбертом Валентиновичем, Черновым и Александром Тебриновичем. Ну, и каждый год мы стараемся по мере возможности провести зимнюю школу по психологии состояния. Два года проводили онлайн, теперь сегодняшняя семнадцатая, к счастью, мы проводим в аудиториях. Итак, мы сегодня проводим семнадцатую уже зимнюю школу по психологии состояния. Спасибо за внимание. Я положусь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова